Ну что же, уважаемые коллеги, зрители, участники, ученики, добро пожаловать в школу эмоционального интеллекта. Вы находитесь на первом занятии 16 сезона, который будет посвящен эмоциональному интеллекту, управлению эмоциями. Я сейчас расскажу все, чем мы с вами будем заниматься, каким образом невротические, тревожно-фобические, связанные со стрессом и самотоформным расстройством, как они имеют непосредственное отношение к нашим эмоциям и о том, чем мы с вами будем заниматься. А учиться мы с вами будем управлять этими эмоциями. Прежде чем мы с вами начнем наше занятие, небольшая техническая часть. У нас есть Роберт. Роберт, напиши себя, пожалуйста, в чате. Если у вас есть какие-то технические вопросы, у кого-то что-то не видно, у кого-то что-то не слышно, вы можете Роберту написать в его рабочий WhatsApp и, соответственно, он вам подскажет. Очень многое зависит от вашего интернета, очень многое зависит от качества вашего соединения, очень многое зависит именно от этого. Напишите, пожалуйста, слышно ли меня хорошо. Если у вас что-то зависает, это вопрос к вашему интернету. Роберт, у меня к тебе вопрос. Нормально ли меня слышно? Нормально ли звук? Всё ли у нас хорошо? Роберт, видимо, решает. Вот, всё, да, нормально. Ну, великолепно. Значит, если у вас есть какие-то зависы видео или какие-то прерывания, то это связано исключительно со скоростью вашего интернета. И я вам могу только порекомендовать, либо усилить качество этого интернета. Желательно, чтобы скорость вашего интернета была около 100 мегабит. Вот. Значит, следующий момент по поводу копий. У нас 400... Сейчас, по последним данным, 430, по-моему, человек участвует на сезоне. 428 человек участвует на сезоне. И половина из вас будут смотреть сезон в копии. Это связано с рабочим режимом, это связано с разным часовым поясом. Но, послушайте, пожалуйста, мне сейчас все внимательно. Как бы вы не участвовали на сезоне, будете ли вы участвовать онлайн? Или будете ли вы участвовать в копии? Есть одно очень важное правило. И я предлагаю вам его сейчас записать. И вообще предлагаю вам обзавестись двумя маркерами. Зелёными и красными. И вот сейчас я попрошу вас написать, подчеркнуть в красном очень важный тезис. Он может показаться вам банальным и немножко детским. Но я бы хотел, чтобы вы его поняли максимально серьёзно. Нельзя смотреть сезон с точки зрения его эффективности, как сериал, когда вы смотрите первую, вторую, третью, четвёртую серию какого-то сезона. Сразу. Очень важно смотреть мои уроки. Один урок посмотрели, два-три дня пауза. Потому что два-три дня вы должны будете применять те знания, которые я буду вам на занятиях доносить. Занятия посмотрели, два-три дня пауза. Все это поняли. Занятия посмотрели, два-три дня пауза. Ни в коем случае. Не делайте так. Не успели что-то посмотреть. Посмотрю сразу два. Это категорически неправильно. Потому что каждое занятие будет посвящено каким-то определённым вещам, которые вы должны будете в себе не только исследовать, но и отрабатывать. Это не касается панических атак. Это касается в целом определённого физиологического отношения, наблюдения, разных навыков, которые мы будем с вами учиться. Поэтому подчеркните, пожалуйста, красным маркером, у кого они есть, что принцип занятия два дня паузы. Занятия два дня паузы. Ни в коем случае не склеивайте просмотр уроков. Я надеюсь, что я вам это объяснил. Окей? У нас есть ученики, которые покупали сезон, и туда входит копия на месяц. Есть ученики, которые покупали сезон, и туда входит копия на три месяца. Всё равно, сколько бы у вас не было времени на копию, пожалуйста, не пренапрягайте этим правилом или рекомендацией. С какого момента начинаются копии? Копии начинаются с момента окончания сезона. То есть сезон, десятый урок закончился, и пошло время вашей копии. Месяц или три? Месяца три более чем достаточно, чтобы повторить, или ещё раз освежить, или доработать те уроки, эту информацию, которую вы не успели. Понятно? Супер. Значит, я буду выключать чат. Следующая просьба, которую тоже очень важно подчеркнуть красным. Это происходит уже постоянно. Я далеко не первый год работаю. У меня к вам просьба личная. А в чате писать уточняющие вопросы, когда я буду говорить. А теперь вопросы по теме. Если вы будете писать вопросы параллельно с занятием, во-первых, вы отвлекаете меня, во-вторых, вы отвлекаете себя, в-третьих, вы отвлекаете учеников своими вопросами, своими какими-то комментариями со словами «Ой, у меня так», или «Да», или «Нет», или «А если вдруг», «А что если», «А как быть». То есть уточнение по теме или вопроса по теме нужно будет задавать тогда, когда я попрошу вас это сделать. Хорошо? Если вас подмывает задать вопрос, или что-то уточнить, или с чем-то быть согласным, или не согласным, я вас очень прошу, потерпите до момента, пока я не попрошу вас как-то отреагировать в чате. Да? Это очень важно. Надеюсь, вы все это понимаете. Давайте поставим сейчас восклицательный знак, кто это понял и кто это услышал. Пожалуйста. Благодарю. Это очень важно. Потому что это кажется такими простыми вещами, но они на самом деле часто отвлекают. Спасибо вам большое. Я вас понял. Что еще по технической части? Про копии сказал, про рекомендации занятия два дня пауза сказал, а теперь по ритмике. Мы с вами будем заниматься два раза в неделю, понедельник и четверг в 8.00 в этой самой комнате. Копии вам будут приходить на следующий день после занятия. То есть мы занимаемся в понедельник, во вторник вам придет копия ваш рабочий кабинет. Занимаемся в четверг, а в пятницу придет вам копия ваш рабочий кабинет. У вас у всех есть рабочие кабинеты. В этих рабочих кабинетах будут, соответственно, собираться копии ваших уроков. Мария, все, что у вас виснет, это вопрос к вашему интернету, и меня он мало волнует. Писать мне о том, что у вас плохой интернет, абсолютно мне бессмысленно. Так, пожалуйста, вопросы технического характера, касающиеся копий, касающиеся ритмики, касающихся каких-то чатов и так далее. Мне не нужны ваши комментарии со словами по ходу. Пожалуйста, вопросы по теме технической части. У кого есть? Окей. Возникнут технические вопросы, вы можете задать их Роберту. Роберт, пожалуйста, напиши свой рабочий WhatsApp или рабочую почту, куда наши ученики могут задать свои технические вопросы о рабочих кабинетах, о копиях, о доступе и так далее. Когда лучше смотреть копию? Ну, в идеале, на следующий день, после урока. Мария, я вас очень прошу, прекратите комментировать, что у вас происходит с интернетом. Вот. Роберт вам сбросил активную ссылку на WhatsApp. Пожалуйста, можете воспользоваться, да, соответственно. и номер телефона. Вот. Когда можно будет посмотреть ваш первый урок. Но если вы об этом уроке, то сейчас, а копия будет завтра. Я уже об этом сказал. Еще будут вопросы по теме технической. Хорошо. Тогда следующий. Следующий момент тоже очень важный. Пожалуйста, обратите сейчас на него внимание. Здесь есть люди, которых условно можно разделить на две категории. Первая категория – это люди, которые сюда пришли ввиду своего тревожно-невротического расстройства. Эти люди когда-то столкнулись с таким частым явлением, как приступы паники или панических атак. Но сначала они не знали, что это называется паническая атака. Они сначала думали, что они умирают, верно? Сходят с ума, что у них с сердцем проблемы или с сосудами. Потом они как-то нашли какую-то информацию, либо воспользовались моим контентом, либо контентом моих коллег, в Ютьюбе или ещё в каких-то социальных платформах. И так или иначе поняли для себя, что вегетососудистая дистония – это эмоциональное, это физиологическое проявление эмоциональных расстройств, о том, что ни о каком ВСД речи не идёт. Речь идёт о функциональных невротических расстройствах. Приступы паники – это всего лишь навсего собственный испуг за собственное здоровье, где человек не может объяснить себе, что с ним происходит, и пугается. Где адреналин они воспринимают за какой-то приступ, и начинается паник во спасение. Затем эти люди, скорее всего, поняли, что они от неправильной трактовки стали считать своё состояние опасным, и стали формировать так называемое вспомогательное, защитное, избегающее поведение, где они попытались минимизировать риски, привлекая родителей, привлекая мужей и жён, врачей, скорые помощи, избегая каких-то пространств и локаций, где, как им кажется, им не помогут. Это могли быть парки, метро, офисы, это могло быть нахождение одному дома, это могло быть нахождение далеко от дома, потому что этим людям субъективно казалось, что Мария, прекращайте, ни у кого не виснет интернет, кроме вас, вот видите, как вы меня отвлекаете, о чём я. Вот, эти люди могли посчитать, что избегая определённых опасных мест, они как бы себя обезопасят. Это и есть та самая ошибка, которая оттачивается на уровне рефлексов стимулы реакции подкрепления, и эти рефлексы при некотором количестве повторений очень быстро замыкаются благодаря тому облегчению, которое вы получаете. Не пошли в метро или выбежали из метро, позвонили мужу, пошли с таблеткой, убежали, не пошли, вы испытали то или иное облегчение, и таким образом рефлекс замкнулся на том стимуле, в котором оно было. Например, это могло быть какое-то пространство, и организм запоминает это пространство, организм запоминает места, в которых это было, организм запоминает обстоятельства. Таким образом наши клиенты обрастали определёнными местами, более правильно сказать, рефлексами, условными рефлексами, где фактически в какой-то момент эти люди стали походить больше на рождественскую ёлку в абсолютных таких вот избегающих стимулах. И, конечно, они думали, что они тяжело больны, но на самом деле их болезнь являлась просто-напросто количеством рефлексов, которые они оттачивали своим ежедневным поведением, которое называется подкрепляющее поведение. Благодаря работе канал Невроза Мегаполиса базовому курсу или образовательных программ моих партнёров и коллег по Ютьюбу и по рабочему цеху психологического консультирования наверняка вы поняли, что подкреплять избегающее поведение не нужно и нельзя, что рефлексы нужно рушить и рушить рефлексы можно только с хвостика. С хвостика, то есть подкрепляющего избегающего поведения. Мы сегодня об этом ещё будем говорить. Поэтому здесь собрались первая категория людей, во всяком случае я на это очень надеюсь, кто понял, что вопросы ВСД мы не обсуждаем, понял и проработал свои избегающие формы поведения, понял, что его психофизиологическое дисфункциональное состояние сохраняется, тревожность сохраняется, сохраняется определённое напряжение, но самих панических атак или каких-то избегающих приступов и верования в то, что у них какая-то болезнь под названием ВСД и они хотят позадавать вопросы «А они умрули я от этого?» Их здесь нет. Если вдруг сюда попали люди, которые всё ещё считают, что они умрут от встречного ветра, что у них проблема с сосудами, с сердцем, что у них есть какие-то приступы и эти приступы опасны, я вам искренне рекомендую пересмотреть или посмотреть базовый курс, который находится на сайте красиков-алексей.рф И если вы пропустили это, я вам искренне рекомендую как можно скорее начать изучать базовый курс, потому что на сезоне ни про ваши сосуды, ни про ваш кишечник, ни про ваш понос, ни про ваше давление я рассказывать вам не собираюсь, потому что всё это уже рассказано много раз. И если вы что-то не смотрели, не поняли или не хотите понимать, милости просим просматривать базовый курс. Здесь вопросы про ваш понос, сосуды, экстрасистолы, умрёте вы от них или нет, абсолютно не обсуждаются. Это всем понятно? Здесь мы будем с первой вот этой категории ребят с тревожными расстройствами говорить именно о тех сферах, которые привели вас к тревожным расстройствам. Здесь мы будем говорить именно о тех рефлексах, именно о тех психоэмоциональных паттернах поведения, которые привели и удерживают вас в тревожно-депрессивном расстройстве. Здесь мы будем учиться управлять собой, здесь мы будем учиться управлять окружающими, здесь мы будем учиться принимать решения, выбирать, планировать и брать ответственность на себя, здесь мы будем учиться понимать собственные слабые места в психике, тут мы будем учиться убирать детскую, инфантильную и детские паттерны поведения, которые у многих взрослых людей все еще работают. Сегодня мы как раз с этой темы тоже будем начинать. Первый урок это определенные детские механизмы и как они выглядят у взрослых людей, потому что это очень важно, во-первых, если вы дипломат, если вы предприниматель, если вы авторитетный человек, то по вашим детским повадкам сразу можно увидеть, что человек находится либо в состоянии кризиса, либо в состоянии, где в него попали в слабое место. Все это понимают. Но я об этом буду более подробно говорить, потому что как только человек проваливается в какие-то слабые психологические механизмы, он сразу ведет себя как ребенок. он ковыряет пальцев в носу, он жалуется, он ноет, он просит определенные вещи и всячески походит на мальчика или девочку в песочнице, потому что по-другому не умеет. И вот эта детская форма поведения, она будет нами разобрана, и вы будете очень четко видеть и наблюдать за собой именно вот эти вещи, которые будут указывать вам на ваши уязвимости. ровно так же вы научитесь видеть это детское поведение в других людях, при необходимости вы сможете сманипулировать этим, или просто понять, кто перед вами находится, как он себя ведет в определенные темы, и какие темы для него уязвимы. уязвимы. И здесь есть вторая категория, скажем так, граждан, которые не болели когда-то яркими невротическими расстройствами, но им обо мне сказали коллеги по работе, им обо мне сказали знакомые, они увидели в Ютубе, еще где-то, им хочется исследовать себя, им хочется исследовать собственные реакции, им хочется научиться управлять своими эмоциями, и, собственно говоря, для них тоже эта программа создана, и она будет максимально интересной и полезной. Пожалуйста, вопросы по теме, будет ли об этом, не будет ли об этом, пожалуйста, если вам какая-то конкретная тема хочется задать вопрос, вы можете сейчас написать мне в чате, будем ли мы обсуждать эту тему, только, пожалуйста, не нужно писать про свою историю болезни или жизни, просто коротко, будем ли мы обсуждать это, или хотелось бы это, или будет ли эта тема, будет ли эта тема, если вам очень хочется задать такой вопрос, пожалуйста. Невростыния разобрана разобрана в базовом курсе смысл невростынию разбирать нечего, про невростынию уже все сказано, мы будем говорить о причинах невростынии, о причинах лого-невроза будем говорить, социофобия это все базовый курс, самооценка безусловно да, это важная тема эмоционального интеллекта, отношения с родителями безусловно да, инфантильность только что сказал, конфликты будем, конечно, отношения с мужчиной откуда истерики, но истерики от тебя, посмотри на себя в зеркало, а про отношения безусловно да, вообще вся наша история это система отношений с собой и с миром, депрессии, страхи нет смысла, обсуждать никакие смотри базовый курс, потому что со страхами работают над экспозиционным тренингом, расстройство пищевого поведения нет, это не тема расстройства пищевого поведения непосредственно, но здесь будет очень важный весь курс идти лейтмотив как работать с причинами расстройства пищевого поведения эмоциональное выгорание безусловно да, но не как тема а как последствия определенных эмоциональных расстройств как управление эмоциями это прям капитан очевидность будет ли перфекционизм перфекционизм безусловно да страх одиночества нет такого страха есть страх последствий блин мне объяснил социофобия самооценка да-да-да-да ревность да агурофобии безусловно нет агурофобия разобрана на базовом курсе и я даже трогать тем агурофобию не собираюсь здесь ипохондрия лечится или КПТ понятно базовый курс короче так работа с мнительностью деньги бизнес переговоры но это что-то непонятное самооценка безусловно да прошлое безусловно будет но не прошлое а отношение с прошлым управление эмоциями да здесь и сейчас ну попсовая тема но почти конфликты ну привязанности да чувство вины и вообще чувства мы сегодня с этого начнем стрессоустойчивость ну конечно же и вы здесь для этого и находитесь это курс по развитию стрессоустойчивости хорошо спасибо значит смотрите агорафобия везде неврастения и вы не заплатили деньги для того чтобы вам рассказали то что во первых а есть на ютюбе б то что есть на базовом курсе вы не для этого сюда пришли понимаете вы сюда пришли для того чтобы работать с причиной если кто-то по каким-то соображениям считает что у него проблема с неврастениями я рекомендую вам уже наверное пятый раз говорю посмотреть базовый курс или хотя бы ролики на моем канале потому что ни о неврастении ни о сосудах ни о богорофобии здесь речи не идет вы находитесь на курсе который обсуждает причины и механизмы устранения базовых проблем а базовая проблема это наше чувство и так давайте с этого и начнем так и запишем причины невротических расстройств сегодняшняя первая тема это причины невротических расстройств чтобы вы понимали вообще как связан эмоциональный интеллект и то чем я занимаюсь с тем что давайте напишем причины и терапия невротических расстройств или правильный алгоритм терапии невротических расстройств значит давайте начнем с того что такое невротические расстройства и почему кто-то в них попадает кто-то в них не попадает кто-то тяжело лечится кто-то долго кто-то считает что это не лечится у кого-то что-то возобновляется и так далее во-первых надо понимать о каких критериях идет речь если вы обращаете внимание на вегетативную активность это субъективный критерий потому что вегетативная активность у вас была всегда просто вы не всегда обращали на это внимание. Это первое. И может случиться так, что вы, обращая внимание на вегетативную активность, просто придаёте ей большее внимание, соответственно, большую концентрацию. И вы пытаетесь избавиться от ветряной мельницы под названием «Только бы не было вегетативной активности, хотя бы в принципе сами», просто концентрируете внимание на той или иной вегетативной активности, пытаясь её устранить, ища какие-то секретные секреты, устранения вегетатики. Но вегетатики нет только у покойника. Понимаете, любая эмоциональная ситуация от мала-мальска до велика, она будет вызывать естественную вегетативную регуляцию, потому что так работает живой организм. Патологический организм или организм с патологическими нарушениями не может работать правильно. То есть, по большому счёту, корреляция заключается в том, что уровень ваших эмоций будет всегда коррелировать с уровнем вашей вегетативной активности, и это абсолютно здорово. То есть, первое, что я бы вам здесь порекомендовал, это подумайте, а с чем вы боретесь? Если вы боретесь с вегетатикой, то задайте себе вопрос, а действительно ли это какие-то необычные состояния? Потому что в 95% случаев вы пытаетесь бороться с ветряными мельницами. Это первое. Второе, то есть, здесь ещё раз я хочу повторить, что вегетатика должна быть, и перестаньте обращать на неё внимание. Вообще, перестаньте придавать значение той или иной вегетативной активности. В ней А. Нет проблемы, Б. Нет опасности, С. Нет угрозы. Проблема заключается не в вегетатике, а в вашей концентрации на вегетатике. Я надеюсь, это все понимают. Потому что, если вы с утра до вечера концентрируетесь на своём вегетативном состоянии, то весь ваш день пройдёт в вегетативном исследовании. И как только что-то где-то вегетативное будет более ярко, вы скажете, о, вегетатика, о, вегетатика. И всё ваше сознание сужено на уровень вегетатики. Естественно, у вас одна проблема, вегетатика, 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 вегетатика. Выключитесь из исследования вегетативного состояния. Вообще забыли про то, что у вас есть автономная вегетативная система симпатического и парасимпатического отдела. То, что на базовом курсе мы разбирали. Помните? Вообще забудьте про этот педаль газа и тормоза. Вообще забыли про него. Вам вообще дофенибати, как работает ваш организм. Все это поняли? Хочет организм нажать на газ, пускай нажимает на газ. Хочет организм нажать на тормоз, пускай нажимает на тормоз. Это вообще его дел. Все это поняли? Плюсики ставим. Вообще перестаньте на это обращать внимание. Потому что всё, чему вы придаёте какое-то внимание и значимость, ваша психика начинает на это сужать доминанту. И мы будем много говорить про доминанту Ухтомского или доминанту Ухтомского. Там по-разному склоняют его фамилии. Честно, я не знаю, как правильно. Ухтомский или Ухтомский. Мне нравится Ухтомский. Как-то это мне удобней. Потому что, как только вы придаёте внимание чему-то, вы начинаете ярче это ощущать, больше это видеть. Даже когда вы, например, хотите купить белую Рено, и вы думаете о белом Рено, вы начинаете видеть больше белых Рено вокруг вас. Вы говорите, ой, я притягиваю белое Рено, и тут белое Рено, ой, и тут белое Рено. Просто ваш мозг выбирать начинает внимание именно к белым Рено, когда они окружали вас всегда в той же пропорции, как и обычно. Просто раньше вы не придавали внимания, не было задачи у мозга концентрировать внимание на белом Рено. И когда у вас белое Рено является доминантой, мозг начинает на этом фиксироваться. Вот и вам и кажется, что белых Рено больше. То же самое происходит с вегетатикой. Если вы считаете вегетатику проблемой, то, естественно, вы будете концентрироваться на этом состоянии, и вы будете считать, что у вас постоянная проблема вегетатика. Хотя на самом деле проблемы нет. Проблемы есть в вашей концентрации. Understand? Супер! То есть, первое, давайте записываем прямо с сегодняшнего дня. Забываем обращать внимание и концентрироваться на том, как работает ваш организм. Оставьте его в покое. Головной мозг его основная задача это как раз и есть несколько тысяч операций в секунду. Это гомеостаз, это обмен веществ, это химические реакции, это расщепление, это хотел сказать фотосинтез, обмен кислорода в клетках, это отмирание, деление. мозг занят этим, дайте ему работать. Дайте, пожалуйста, ему работать. Если у вас есть патология сердца, идите к кардиологу. Вегетатика тут ни при чем. Вегетатика вообще не имеет никакого отношения к патологии. Вегетатика не имеет никакого отношения к патологии абсолютно. Если у вас патология сердца, патология почек, патология печени, патология чего угодно, вегетатика Здесь вообще не при чём Вегетативная система Она вообще вами должна быть забыта Все это понимают Какая бы у вас ни была проблема Эмоциональная проблема Онкологическая проблема Кардиологическая Забудьте вообще про концентрацию на вегетатику Она у вас работает нормально Забыли про неё Второе Вообще с чего мы должны С вами дальше продолжить Я надеюсь, что вы меня сейчас поняли Мы с вами На чём концентрировать будем внимание Мы будем концентрировать с вами внимание Именно на тех обстоятельствах Вашего создавания чувств Базовые вещи эмоционального интеллекта Это калибровка И отслеживание собственных реакций Это очень важно То есть мы Как бы это ни было странно Может быть прозвучит Будем учиться Разговаривать с самим собой Это не про сосуды Это не про экстрасистолы Это не про Расскажите про неврастению А расскажите про это А расскажите про это Идите на ютуб Там уже про это тысячу раз рассказывают Мы будем учиться Разговаривать с самим собой Для чего? Во-первых, мы будем учиться Критическому мышлению Потому что интеллект Определяет критическое мышление Насколько человек способен Критически воспринимать информацию Насколько человек способен Расщеплять её на составляющие Насколько человек способен Рассуждать Внутри самого себя Как это связано с неврозами В данном случае С неврозами это связано очень просто Причина невротических расстройств На поверхности Поэтому пишем второе Никогда не думайте Что терапия неврозов Это что-то сложное Восклицательный знак ставим Кто меня понимает Терапия неврозов элементарная Она очень простая Вообще человек не способен Делать слишком сложные вещи Головной мозг для этого не приспособен Все почему-то думают Что терапия неврозов Это какая-то сложная система Где надо вникать Рисовать какие-то таблицы Писать какие-то схемы Рисовать какие-то графики Сидеть анализировать Сидеть, значит, там что-то делать Значит, первое Забыли про вегетатику Дали ей работать Так, как она хочет Согласно вашим внутренним чувствам И вашим эмоциям Это очень важно Второе Забыли, что терапия неврозов Это вообще проблема И что это очень сложно Все очень просто И это, знаете, похоже на Историю Захочешь что-то спрятать хорошо Где надо спрятать Помните вот этот вот Парадокс нашего головного мозга Если вы положили какую-то вещь На видное место С большей вероятностью Что вы ее не будете видеть Потому что Ваш мозг заточен на то Что вы куда-то убрали Надо вспомнить Надо найти Надо, значит, провести Исследование квартиры Хотя на самом деле Ваши ключи Лежат на самом Видном месте Но вам в голову Не могло прийти Что это так Вот примерно так же А я 11 лет Занимаюсь Невротическими Расстройствами Поверьте моему опыту Если хотите Терапия неврозов Безумно простая штука Проблема За 11 лет Не в том Что это сложно Записывайте сейчас красным Чтобы человека Вывести из тревожно-невротического Расстройства Проблема Не в обстоятельствах И не в том Что надо что-то найти И не в том Что надо что-то раскопать А проблема В самом человеке Потому что Он напрочь Не хочет А. Видеть проблему Б. Менять проблему И С. Принимать решение В своей жизни То есть по факту Это выглядит как Проблема на поверхности Которую человек Не хочет решать Вот и все То есть если даже Привести самый элементарный пример Ну например У девушки есть Определенное Эмоциональное состояние По отношению К тому Что она Не может найти Общий язык С матерью Или с своим молодым человеком Но проблема На поверхности Ну да Ну на поверхности Проблема на поверхности В ее эмоциональной реакции Ну да Тут не надо ничего искать Тут не надо ничего исследовать Но есть проблема Но есть проблема в том Что проблема В самой девушке В том Что она не хочет Научиться Смотреть на ситуацию Более широко Более философски Она не принимает решения Она видит В этих решениях Много проблемы Она видит В этих решениях Какие-то предвзятые Религиозные Подтексты Она видит В этом Какие-то Опасности То есть Причины Невротических расстройств Искать Не надо А не на поверхности Зайдите в соседнюю комнату У половины из вас Там причина Невротических расстройств С точки зрения ситуации Что тут искать Что тут исследовать Зайдите себе на работу Загляните в свой кошелек Откройте свой банковский аккаунт Понимаете Если можешь найти работу Иди на хедхантер Причем здесь я Соответственно Это очень важно понимать То есть Причины Невротических расстройств Очень элементарны Давайте их запишем Основная причина Невротических расстройств У хома У людей В отличие от животных Пишем В отличие от животных У животных не бывает Тревожно невротических расстройств Причина невротических расстройств У людей Их собственная Внутренняя Эмоциональная война Их собственная Внутренняя Эмоциональная Война То есть Невротический человек Это человек Который постоянно Находится В какой-то Враждебной Внутренней ситуации Которую Которую Сам И создает Собственным отношением К каким-то событиям А Из прошлого Б Из будущего И С Из настоящего Вот это А, Б, С Мы будем очень много Трогать Потому что Никакому Животному В отличие от Человека Не придет в голову Вспоминать Прошлое Не придет в голову Думать о будущем И не придет в голову Так болезненно Относиться К настоящему Животные Еще не идиоты Животные Реагируют Только по факту Случившегося Вот зашел Там Самец На чью-то территорию Животное Испытало Определенные инстинкты Определенные чувства В этом смысле Да И начинается Естественная движуха Только человек Находясь в состоянии Безопасности Может сидеть И вспоминать А почему Год назад Надо было А если бы я А если бы то А если бы не он А как он так мог А почему я тогда А вот надо было тогда Только человеку Свойственно делать себе Голову Воспоминаниями О прошлом Еще и в негативном ключе То же самое касается Будущего Человеку свойственно Думать о будущем Ну там есть некоторые Генетические Физиологические вещи При Профилактике Там определенных угроз Мы будем говорить Об этом Когда будем этому учиться Да Но тем не менее Причина невротических Расстройств Очень проста Это ваше Конкретное Отношение Конкретным вещам Эти конкретные вещи Либо сидят В соседней комнате Эти конкретные вещи либо у вас в кошельке. Эти конкретные вещи либо в поведении каких-то третьих лиц. Эти конкретные вещи в том, что вы просто не способны жить самостоятельно. Эти конкретные вещи, что вы слишком хотите понравиться окружающим. Эти конкретные вещи в том, что вы считаете, что есть плохо, хорошо, нормально, ненормально, правильно, неправильно. Ну, задроченный ребенок нормативными родителями. Не приведи планета, что это еще религиозные родители, потому что это вообще отдельная печальная история. И все это в совокупности это просто ситуация. Религиозные родители это просто ситуация. Отсутствие или наличие работы это просто ситуация. Обстоятельства прошлого или возможные будущие это просто события. Но мы придаем этим событиям такую значимость, что мы разворачиваем такую трагедию, где мы сами ставим себя и во внутренние конфликты, о которых мы с вами поговорим. Мы сами придаем этому такую трагическую значимость, мы сами этому придаем такую какую-то нерешаемую ситуацию, что иногда, когда мы будем учиться вставать в третью метапозицию, смотреть на ситуацию сверху, многим станет смешно. Очень часто в эту метапозицию люди вылетают, которые находятся при смерти. Знаете, когда человек длительное время не может встать в третью метапозицию и уйти от своих принципов, уйти от своих каких-то предвзятых, навязанных форм понимания мира, как ему кажется, его сбивает машина, он лежит в реанимации, переломанный в отделении травматологии, смотрит за окно и у него очень резко меняется мировоззрение. Очень резко. Он вдруг начинает понимать, что эти ситуации такие уж и значимые, что вот эта вот ситуация вообще очень элементарная и проста, а вот эти все поведения людей такая мелочь. Никакая психотерапия была, не нужна просто КАМАЗ навстречу. Ну, если он выжил, конечно, да. Потому что, когда человек находился при смерти или попал вот в такую травматическую ситуацию, у него вдруг в голове появилась третья метапозиция под названием «Ты вообще мог все это потерять буквально там несколько часов назад». И человек начинает ценить то, что является самым главным. Это вообще возможность жить, пробовать, созерцать, создавать, пробовать, еще раз пробовать, испытывать разные чувства. И вот когда человек почти это потерял, вот тут он встает в метапозицию и говорит «Блин, да, действительно, я был идиотом». Но, к сожалению, эта ситуация или, к счастью, возникает не очень большого количества людей. Поэтому многие люди, они не могут без вот таких вот острых событий встать в третью метапозицию. И мы будем учиться это делать произвольно. Надеюсь, что КАМАЗ навстречку вам не понадобится для того, чтобы вы поняли. Но в то же время я понимаю, что я не могу заставить всех людей пересмотреть свое отношение. Я буду делать все от меня зависящее, чтобы ваша воля, чтобы ваши выборы относиться к событиям и достигать успеха, чтобы то, что я говорил, максимально вам помогло. Но давайте кое-что сейчас поймем. Вообще, я сегодня вот буду ролик делать, завтра он должен выйти на канал. Психологи – это не наука. Психологи – шарлатаны. Психология никогда не была академической наукой и никогда не будет признана академической наукой. Все, что с вами здесь на сезоне происходит, это не совсем психология. Это попытка показать вам вашу ответственность за то, как вы себя чувствуете. Плюсик ставим, кто меня понимает. И я не буду говорить какие-то секретные упражнения, их не существует. Ну, если только мы не говорим про работу с рефлексами. Я не скажу вам ничего такого, кроме многих вещей, которые попытаются заставить вас посмотреть на самого себя по-другому. То есть, весь сезон будет строиться из того, чтобы вы попытались задуматься о том, что если вы себя чувствуете в тревожном расстройстве, или, например, если вы злитесь, если вы испытываете какие-то чувства, которые вам плохи, потому что 90% посещения кабинетов психологов – это люди, которые говорят «Здравствуйте, мне мешают мои чувства. Избавьте меня от моих чувств». То есть, люди сами создают себе чувства, не события, а люди сами создают себе чувства. А потом приходят на это, жалуются. И вот мы с вами будем стараться брать на себя ответственность за те чувства, которые мы сами создаем. Поняли? Потому что причина неврозов – это затяжные чувства. Вы их сами создали, вы их сами пествуете, вы их сами поддерживаете, вы их сами подбрасываете в огонь и сами от этого страдаете. Вы не рождались для того, чтобы страдать от чувств. И если вы сентиментальная, если вы робкая, неуверенная, несамостоятельная, если вы не можете говорить «нет», если вы не можете принимать решение – это ваши проблемы. Это не проблема то, что вы какой-то генетический урод. Это проблема исключительно того, что вы видите в определенных действиях либо доказательство, либо угрозу. Это ваши проблемы. Это не требует каких-то методик. Это требует очень серьезного взгляда на самого себя. Со словами «ну и как я это делаю». Потому что невротические расстройства не рождаются вот вчера. Знаете, вчера у вас было все хорошо, потом бац, вы заболели как гриппом в два дня тяжелой там патологии. Невротическое расстройство – это длинно. То есть, чтобы прийти к вегетативной активации, которая уже с тревогой выливается у вас уже во всю самотоформную дисфункцию, это надо было задрочить себя очень долго. Понимаете это все? То есть, не бывает так, что у вас вчера что-то произошло, и сегодня у вас начались проблемы. Панические атаки, ОКР, навязчивые мысли – нет. Вы дрочили свою голову достаточно долго, методично, последовательно. В отношениях с родителями, в отношениях с личной жизнью, в отношениях с вашими какими-то переживаниями, кто что подумает, а кто что скажет. Животные так не делают. Поэтому, когда головной мозг человека эволюционным путем приобрел определенный размер, так называемый Рубикон Лоруа, по-моему, если меня не изменяет память, вот тогда мы и начали вот этот процесс под названием «Образное мышление», и мы сами стали творить эти образы. Помните, я проводил на базовом курсе пример с лимоном? Мы думаем про лимон, и у нас срабатывает вегетативная нервная система подчелюстных слюных желез. Животное не может думать про лимон. Животное может только испытывать стимул, который он уже когда-то был в ее жизни. Ну, например, вы можете сейчас представить, как выглядит синхрофазотрон? Вам может присниться синхрофазотрон? Вот кто не учился на физическом факультете, никогда синхрофазотрон не видели, правда? Но я вас сейчас всех попрошу, представьте себе синхрофазотрон. Вот каждый сейчас, 260 человек у нас тут есть, представили каждый себе синхрофазотрон, так, как он его представляет. Пожалуйста. Представьте. Представили, как вы его себе представляете? А теперь смотрите. Наверняка вы представили что-то аккумулятор, какую-то батарейку, какой-то аккумулятор, да, какие-то проводочки. Если бы мы сейчас могли визуализировать то, что каждый из вас представил, то вы увидите, что то, что вы представили, является частью каких-то элементов, которые вы когда-то видели. Согласны? Вы видели провода, вы видели аккумулятор, вы видели батарею, вы видели какой-то агрегат, и из этого создали какой-то фильм, видели, да? Из этого создали мозаику и такую вот фантастическую штуку синхрофазотрон. Но по правде синхрофазотрон существует. И выглядит он совершенно по-другому. Но вы его никогда не видели. Но представить можете, как вам кажется. Вот это и есть наше образное мышление. Так рождаются сновидения. То есть все, что вам снится, это переживания из прошлого, соединенные в такую вот хаотичную мозаику, подкрепленные эмоциональными чувствами. Поэтому мы будем много об этом говорить. Ваши неврозы – это исключительно ваша мозаика головного мозга. Например, вы заходите в какую-то комнату, и кто-то посмеялся, и вы думаете, что смеются про вас. Это исключительно ваша история. Вы не можете принять решение, потому что вам рисуются какие-то картины, как вас там, значит, вы по миру пошли, и вас бросили. Это все вот эти картины – это наши с вами мозаики под названием «наши с вами проблемы». И вот критический ум и критическое научное мышление подразумевают постоянные сомнения в том, насколько объективно я сейчас. Но об этом тоже мы будем много говорить. Поэтому причина невротических расстройств сказать не нужна. Причина невротических расстройств очень понятна и проста. – это ваше личное отношение к событиям из прошлого, будущего и настоящего. Это всем понятно? А сложность – это объяснить вам вашу ответственность. А ваша личная сложность – это вы сами. Знаете, есть такую фразу «самый большой враг самого себя» – это вы сами. То есть вы сами будете профанировать те знания, которые вы будете получать. Заметили это? То есть вы, например, можете знать, что это поведение плохо для вас. Вы будете сами знать, что вот так вы создаете эмоцию гнева, эмоцию обиды, но будете продолжать это делать. Потому что у человека есть еще такая штука, что ему хочется перчика, понимаете? Вы будете знать, что вы себе вредите, а вы будете это делать. Вы будете знать, что вас несет по автоматическим рельсам, но вы будете продолжать это делать. Поэтому этот момент, он очень важен. Следующий момент. Эмоции и чувства. И еще хотел поговорить, почему психология лженаука, и почему психологи шарлатаны, и что является действительно важным с точки зрения научения, а что является фальшивкой. Давайте, наверное, начнем с чувств и эмоций. Как вам кажется, чем отличаются эмоции от чувств? Я задавал недавно этот вопрос в инстаграме. Наверняка вы все уже знаете ответ. Но если кто-то не знает, запишите себе этот вопрос. Чем отличаются эмоции от чувств? Давайте это запишем. И сейчас с этого начнем. Нет, не длиной и силы. Эмоции – это то, как проявляются чувства. Берем ручки, пишем. Поэтому мы сегодня начинаем с вами изучать базовые вещи управления эмоциями. Эмоции – это то, как проявляются чувства. Например, чувство обиды проявляется эмоциями. Как это выглядит? А эмоции связаны с вегетатикой. Например, чувство обиды. Это чувство. Вы его создали. Например, кто-то вам что-то сказал или кто-то что-то сделал. И вы путем определенных процессов, о которых мы будем говорить дальше, создали чувство. Обида. Я чувствую обиду. Мне обидно. Я нахожусь в чувстве обиды. И это чувство обиды формируется, выходит в виде эмоциональных проявлений. Эмоциональные проявления бывают вегетативные и поведенческие. Так вот, как это выглядит? Например, вы начинаете плакать. Слезные железы выделяют слезы. Это вегетативная реакция. Это эмоциональная часть вегетативной реакции. Вы начинаете кричать. Вы начинаете обижаться. И вы начинаете как-то себя вести. Писать своему парню «Не звони мне больше, тварь». Это поведение. Все это сопровождается высоким эмоциональным градусом. Это и есть эмоции. То есть, вот это все, вот это все, это и есть эмоциональная составляющая, чувство. Поняли? Поэтому давайте запишем правило и подчеркнем золотым маркером, если у кого-то есть, что чтобы научиться управлять собой, чем надо управлять? Вегетатикой? Эмоциями? Или чувствами? Внимание, вопрос на таком. А тут у нас собралось куча народу, который хочет вегетатикой поуправлять. Вегетатикой можно поуправлять, если сделать трепанацию черепа и прижечь пару зон головного мозга. Эмоциями кто-то хочет поуправлять. Эмоциями невозможно управлять. Эмоции – это нейрофизиологический процесс. Но представьте себе, что я вам возьму шприц с адреналином и пиздану внутривенно вам адреналинчик. И скажу, а ну-ка, поуправляй этим. Вы не сможете управлять адреналином, потому что у вас нет механизмов управления эмоциями. Пишем. У человека закрыт доступ ко многим функциям мозга. Молодцы. Конечно же, чувствуем. Пишем. И поведением тоже. Молодцы. Пишем. У человека закрыт доступ к автономной вегетативной нервной системе. Кишечник, сердце, легкие, вся ваша нейрофизиология, кожа, как самый большой орган, вами вообще не управляется. И те люди, кто хотят поуправлять вегетатикой, это те же самые идиоты, которые говорят, я буду биться головой об стену, надеюсь, что стена сломается. Бетонная. Вегетатикой нельзя управлять. Это делается автономно. Ваше сердце, кишечник, работает так, как ему нужно организму. Поэтому, чтобы научиться управлять со своим состоянием, нужно учиться управлять своими чувствами и своим поведением. Запишите эти два слова, я не знаю, засуньте их в рамочку, потому что этому и будет посвящен весь шестнадцатый сезон. мы будем учиться говорить о том, как у нас возникают чувства, и мы будем говорить о поведении. Потому что чувства и поведение – это то, что А. приводит вас к невротическим расстройствам, Б. приводит вас к бедности, С. приносит вам несчастье с точки зрения жизни, эффективности, развития карьеры, репутации и так далее. Чувства и поведение. Каким образом связаны чувства и поведение? Поведение часто является отражением наших чувств и эмоций. Когда у человека возникло какое-то чувство, например, обиды, гордость сыграла, гнев, злость, это проявляется в виде эмоций. То есть эмоции – это фонтанчики такие. Заставляет действовать человека чувство, а не эмоция. Эмоция – это лишь фейерверк. Слова, слезы, адреналин, написанина, драка. Это все эмоции и поведение. А вот, точнее, эмоции. А поведение – это уже отдельное проявление чувства. Например, драка. Человек полез в драку. Это поведенческое проявление чувств. Если мы не говорим про инстинкт самосохранения, хотя это тоже проявление инстинкта. Половой акт – это тоже проявление инстинкта или чувства. Соответственно, вы должны понимать, что чтобы научиться управлять своими результатами в жизни, собой, нужно научиться сначала управлять своими чувствами. Я обещал на первом занятии чуть-чуть затронуть детскую тему. Вы видели когда-нибудь взрослых людей? Ну, наверняка видели, да? Которые по годочкам как бы взрослые. Там 30, 35, 40, 25. Но когда у них возникают определенные чувства, они начинают вести себя как дети. Я знаю одного человека, у которого, когда возникает чувство обиды, он начнет ковырять пальцем в носу. А это человек взрослый. Ну, как бы по паспорту. Но как только у человека возникает обид, он ковыряет пальцем в носу. он начинает всех обвинять. Он начинает плакать. Это и есть тот самый невротический паттерн, который даже не был затронут в терапии. Потому что настоящая психотерапия это исследование своих чувств и своих паттернов. а не просто смэр, должностование и так далее. Поэтому, когда у человека проявляется детская форма поведения в мимике, в жестах, мы об этом будем очень много ребятам говорить. Просто я хочу, чтобы вы поняли, о чем 16 сезон. Плюсик ставим, кто меня понимает, кому интересно. Когда у человека проявляется детское поведение, поза, ковыряние пальцем в носу, какое-то вытирание об себя, какие-то ужимки, какое-то стеснение, а вам вроде 30, это для вас очень хороший показатель, который я буду заставлять вас отслеживать. Как только у вас проявляется детская форма поведения не по годам, хватаем это за хвост и говорим, что ты сейчас делаешь? И это и будет тот самый маркер, который мы будем с вами исследовать и вы будете лично исследовать. Все это поняли? Потому что там зарыты все наши механизмы. И если вы хотите повзрослеть, нам придется исследовать ваше поведение, ваше чувство. Потому что у 30-летней женщины может быть чувство стыда и ведет она себя как 12-летний ребенок. Вообще профессор Фройд называл психотерапией психоанализ это доращивание. Слышали такой термин? Фройд на самом деле был гениальный мужик. И во многом он конечно перебарщивал, но во многих вещах он был гениален. Учитывая то, что сегодня для нас это естественно, а это было больше 100 лет назад, как он об этом додумался. Фрейд назывался психоанализ доращиванием. Можете представить, что профессор Фройд больше 100 лет назад увидел вот эту детскую модель функционирования. И именно поэтому по Фрейду многие неврозы связаны с тем, что это детское поведение взрослых людей. Понимаете, да? Детские модели поведения казалось бы во взрослой жизни. Как вам кажется, детская модель поведения во взрослой жизни вообще эффективна? Эффективно ли жаловаться, ныть, плакать, ковырять пальцы в носу, говорить в этой песочнице с этим дружи, а с этим не дружи? Это вообще взрослый человек? Конечно, нет. Это совершенно инфантильный, маленький, обиженный ребенок, который по паспорту взрослый, но по факту это не так. И, конечно, все действия этого человека направлены на какую-то историю в песочнице. И не приведи планета, кто-то в этой песочнице будет мешаться. И начнется опять тот самый детский паттерн, который был в детстве создан. Давайте не будем дружить против него. Или давайте с ним не будем дружить. Или давай ты будешь со мной дружить и дружить и играть в моей машинке, как я хочу. Если человек скажет, я не хочу играть в твоей машинке, я буду сам играть. Человек пойдет, скажет песочнице, вот этот Петя плохой, мы с ним дружить не будем. Это и есть тот самый невроз. Поэтому чтобы, когда мне говорят вылечиться от невроза, у меня все время возникает вопрос, что вы имеете в виду? У многих людей вылечиться от невроза это вегетатика. Согласны? Вот это самое примитивное понимание невротической психотерапии. Это вылечить вегетатику. Но каким надо быть идиотом? Вылечить вегетатику во-первых а, не нужно, б, невозможно, в-третьих нет такой задачи. Вылечить надо свое детское поведение, вылечить надо свои чувства, а не вегетатику. Поэтому все эти мракобесы в интернете, которые бегают с бешеной торбы под названием вегетатика обречены на катастрофу. Нельзя вылечить вегетатику. Надо взрослеть. Можно изменить, мы этим будем заниматься, Мансоик, конечно. Надо взрослеть. Мы с вами здесь находимся для того, чтобы потом вопросы, для того, чтобы перестать вести себя по-детски. Потом вопросы, перестать обижаться. Вы даже сейчас не слышите мою фразу, детки, просил, не писать вопросов. Вам похуй. Мы будем учиться взрослеть, отслеживать детские паттерны и думать по-взрослому, думать критично, думать научно, думать конструктивно. Мы будем учиться не обижаться на то, что кто-то дружит против вас и будем учиться не обижаться и не злиться на то, что кто-то делает не так, как вы в песочнице захотели. Понимаете? Мы будем видеть, что вы нуждаетесь в каких-то теплых чувствах, которые очень похожи на теплые чувства отца к дочери, которые, возможно, вам не хватило. Если вы не будете видеть этой связи и что вы в 40 лет ведете себя как пизданутая 13-летняя школьница с первыми месячными, ну как бы вы далеко не уедете, потому что авторитетному взрослому мужчине не очень нравится встречаться с 13-летней инфантильной школьницей, которой 40, по паспорту. И я покажу вам все эти связи, я покажу, как это происходит. И тут не нужно быть гением, нужно просто уметь наблюдать. Все это понимают? Уметь наблюдать, уметь выходить из детской позиции и включать взрослого, уметь рассуждать и относиться к себе покритичней. И уж естественно не нужно исправлять вегетатику, задавать вопрос, а расскажите про неврастынию, а расскажите про... Да нахера? Что вы там не слышали? Я хочу тебе рассказать, почему у тебя неврастыния. Я хочу вам рассказать о том, как вам повзрослеть. Давайте вернемся к теме чувств. Так вот, мы с вами будем учиться управлять чувствами и поведением. Все записали эти два слова? Так и запишите. Если я хотел узнать, в чем моя проблема, Красиков мне сегодня об этом сказал. Моя проблема в моих чувствах и в моем поведении. Восклицательный знак, кто это записал и понял. Моя проблема в моих чувствах и в моем поведении. Все это поняли? Надеюсь, все здесь согласны с этим. Кто не согласен, что ваша проблема в ваших чувствах и вашем поведении, я готов ответить на ваш тезис какой-нибудь. Есть ли те, кто не согласен или у которых есть какое-то сомнение по этому поводу? Это не значит, что вы против меня. Окей? Это значит, что у вас есть какое-то сомнение, которое вы можете высказать. Пока сомнений нет. Будут сомнения, когда я попрошу, напишите. Хорошо? Итак, проверяем тезисы. Социум. А что социум? Что за слово такое? Социум это вообще большая проблема. Социум диктует правила иногда. Никакой социум ничего не диктует. Это ваша иллюзия. Нет такого социума, он что-то диктует. Это ваша фантазия, как про Деда Мороза. Вот есть Дед Мороз, который приносит подарки под елку. Вот у вас такой же есть социум, который что-то диктует. Вот давайте сейчас остановим. Подождите чат. Вот смотрите. Нет никакого социума, который что-то диктует. Социуму глубоко похер на вас. Вас закопают и про вас этот социум не вспомнят. И уж естественно никто ничего не диктует. Нет такого социума, который что-то диктует. Это ваша интерпретация, что есть некое некий социум, который что-то диктует. Нет. есть закон гражданский уголовный, он диктует. Есть ваши родители до 18 лет вам, которые что-то диктуют. Есть ваши учителя в школе, которые вам что-то иногда диктуют. Есть правила прописанные поведения в школе, в институте, в офисе, на работе, в армии, на госслужбе, но не социум. Поняли? Ну да. Окей. мысль, что я с рождения невротика, это только ваша мысль. Но вы можете так же сказать, что вы с рождения снегурочка. Вы не невротики. Вот я вас хочу попросить перестать себя унижать словом невротику. Вообще невротик это инвалид. Вы хотите считать, что вы инвалиды? Но я как бы не очень рад работать с большим количеством инвалидов. У меня что-то 430 инвалидов что-ли? Да вы что? Вы обычные люди. которые просто не умеют управлять своими чувствами и своим поведением. Чувства ваши зашкаливают, ваше тело реагирует, вы от незнания пугались, и ваше поведение неэффективно. Вот и все. Никакой вы не невротик, зачем себя так называть? Просто ваши чувства и ваше поведение немного неэффективны. Давайте так это назовем, окей? Хватит называть себя невротиком. Вы себя ВСДшниками назовите, совсем деградировать хотите. Вы обычные люди. Итак, поехали. Еще раз. Чтобы научиться управлять собой, и чтобы избавиться от невротического расстройства, нужно научиться управлять своими чувствами и своим поведением. Окей? Супер. Еще что я хотел вам сказать в этой части. есть очень сложная тема, которая называется психосоматика. Слышали? Наверное, да? Как вам кажется, как связаны неврозы, чувства и психосоматические заболевания? Ну, например, гипертоническая болезнь или язва желудком. Светлана, нет ли никакого противоречия? Все, что я говорил раньше, фундаментально касалось чувств. Просто 16 сезон более детальный, более методологичный. Смысл от этого не меняется. Что управлять чувствами, что управлять эмоциями. Методологически я говорил про одно и то же. Никакого противоречия нет. Иммунитет снижается из-за стресса. Но это один иж фактор. Окей, давайте послушаем. Значит, чтобы не было вопросов про психосоматику. Сейчас немножко будет сложно. Окей? Во-первых, первое. Невротические расстройства. Психосоматика это не шарлатанство тоже нет. Это медицина. И это медицина, во-первых. Потому что все заболевания, которые входят в семёрку Александера, это научно доказанные заболевания. Как её? Гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, язвенные кишки, язвенный колит, язва, нейродермит и ещё там что-то, язвенный колит, по-моему, и артрит. Это доказанные заболевания. И доказана их психогенная природа. Но давайте послушаем сложный момент очень, который я хочу, чтобы вы на первом занятии понимали. неврозы экземы, неврозы не приводят к психосоматическим заболеваниям. Если бы невротические расстройства приводили к серьёзным психосоматическим патологиям, то за последние 20 лет мы бы все нахер подохли бы, либо имели бы диагностированные серьёзные патологии. Я только один работаю. Вот у меня в 2006 году была сама собственная проблема с паниками, с кардиофобией, с невростемией и так далее. Но помимо меня я ещё работал 11 лет с огромным количеством людей. Никто из них не заболел серьёзными психосоматическими заболеваниями в принципе. Все мои клиенты, включая меня, всегда имели функциональные отлома функция расстройства. А функциональные расстройства сердца, функциональные расстройства кишечника, функциональные расстройства никогда не показывали серьёзные органные патологии и они всегда были обратимы. Так вот, что же такое неврозы функциональные и что такое серьёзные психосоматозы? Попытаюсь вам коротко объяснить. смысл заключается в том, что невроз это последствия чувств и эмоций. Ну, например, человек находится в состоянии какого-то чувства, которое связано с его родственниками, которое связано с его личной жизнью, которое связано с его работой, он переживает какие-то чувства. Эти чувства проявляются в виде эмоций. Начинается вегетатика, как эмоциональная составляющая. Начинается поведение, он начинает проявлять эмоцию, и у него возникает невротическое функциональное расстройство. Его органы начинают работать повышенно, что является органным сигналом к тому, что, братан, у тебя проблема с чувствами. Какие-то чувства в тебе слишком бурлят. И эти чувства, которые бурлят, выходят, я подчёркиваю, вегетативную регуляцию, выходят в виде поведения, бегания по врачам, обсуждения своих симптомов, исследования себя. То есть, они так или иначе выходят в панике, в тело функционально. Понимаете, в чём я имею в виду? Понимаете? Это выходит, вот эти чувства закипевшие, они выходят. Все это понимают? Да через жопу, да, странно, но они выходят. А когда мы говорим о психосоматике, я верну чат сейчас, а когда мы говорим о психосоматике, то это люди, у которых внутри есть чувства, но они настолько подавлены и настолько забригадированы внутри, что они никак не выходят. они не отображаются на вегетатике, они не отображаются на поведении. Эти люди кажутся абсолютно спокойными, они кажутся абсолютно стрессоустойчивыми, они кажутся абсолютно пуленепробиваемыми, но на самом деле где-то внутри у человека есть определенные чувства уязвимости, гнева, обиды. И вот если вы почитаете работу Александера, называется на психосоматическая медицина, рекомендую, кому интересно, вот вам отсылка к медицинской работе, вы услышите и прочитаете у Александера, что подавленное чувство обиды вызывает определенные психосоматические расстройства, что подавленный гнев и подавленные чувства вызывают те самые заболевания. А когда мы говорим о эмоциях и чувствах, которые выходят уже в виде невротических расстройств, нет, именно поэтому невротики не болеют теми серьезными патологиями, о которых они жалуются. Поэтому мы с вами будем учиться не подавлять чувства. Пишем астма и невроз редко, но бывает. Но я за 11 лет наверное встречал один-два случая. И то это жалобы скорее сопутствующие, нежели фундаментальный невроз. Итак, пишем мы с вами будем учиться не подавлять свои чувства. Первое. А осознавать пишем осознавать свои чувства, выбирать длительность и тяжесть чувств и управлять своим поведением. Все это записали? Я повторю, мы с вами должны научиться осознавать свои чувства, только не касается вегетатики, милые мои, а это касается отношений вашей жизни и себя, осознавать свои чувства. Следующее очень важное. Выбирать тяжесть и срок. Поясните, что я имею в виду? и третье управлять своим поведением. Вот наша фундаментальная тройка, которой мы будем с вами заниматься. Поясняю, что такое что же, вроде выключал, что такое выбирать чувства по длительности и тяжести, пишем или слушаем. Запомните с сегодняшнего дня, что только вы будете решать, как долго думать о чем-то или о ком-то, как долго вспоминать кого-то или что-то, как долго и глубоко о чем-то вспоминать переживать, жалеть. Вы выбираете как долго плакать. Вы выбираете как отнестись к событию по времени. Хочется плакать, будете плакать. Но поймите, что когда вот, например, человеку хочется поплакать и он говорит, я дам себе волю своим чувствам и он это делает осознанно. Чем отличается давайте назовем это плакание осознанное от плакания неосознанного. Когда человек плачет осознанно, он говорит, я сейчас максимально полно буду проживать то чувство, которое меня переполняет. понимаете, о чем я говорю? И вы максимально наделяете ситуацию своими чувствами. Вы плачете. Вы вспоминаете, например, умершего родственника. И вы это делаете осознанно. Говорите, 15 минут я буду сейчас максимально проживать это чувство. И вы немножко даже это усиливаете. вы проживаете это. Вы сами вспоминаете. Вы сами берете с фотографии. Вы сами вспоминаете процесс. Вы его наполняете эти 15 минут полностью осознанно воспоминаниями. Поверьте, через 10 минут ваши эмоции стихнут и ваши чувства улягутся. Потому что вы осознанно проживали эти чувства. Вы говорили 15 минут и максимально наполняли эти 15 минут пароксизмальными чувствами и эмоциями. Через 5, 10, 15 минут это закончится. Поверьте, это долго не работает. А когда вы не осознаете свои чувства, вы тонким слоем намазываете говно по хлебу и начинается вот это мракобесие под названием весь день вы в таком состоянии. У вас то и это месяц тянется. Понимаете? Вместо того, чтобы сесть и спокойно прожить свои чувства, поосознавать, повспоминать, посожалеть, максимально сконцентрироваться, вы начинаете это дерьмо размазывать и превращаете свою жизнь в какое-то полное мракобесие под названием «Я горюю, блядь». Зачем? Но возьми ты время, выдели и полностью осознай, вспоминай и проживай. Вот вам маленький пример, что такое осознанное чувство или нет. Потому что когда вы находите состояние осознанного выбора, вы можете четко выбирать сколько и как долго вы будете в каком-то чувстве. Все это понимают. Когда вы это не умеете, оно размазывается тонким слоем и все время воняет, понимаете? нет никакой боли эмоциональной. Там нет таких рецепторов. Вы путаете вашу гордость с вашей болью. Нет никакой боли. Есть ваши чувства, есть задетая гордость, есть задетая самооценка, есть обида, есть неоправданные ожидания, есть разочарование, есть гнев, есть ревность, есть унижение, никакой боли моральной нету. Боль есть рецептор и есть боль нервной системы. У стоматолог это больно. А когда мальчика бросила девочка, это не больно. Это по амбициям и по эгу бьет. Там нет никакой боли. Люди вообще себе научили придумывать такие, знаете, шаблоны, которыми объясняют свою плохую развитость, понимаете? Если тебе, сука, обидно, то называй, что тебе это обидно. Если тебе страшно, то тебе страшно. Понимаете? Это только первый урок. Никакой душевной боли, никакого душевного страдания нет и не было. Понимаете? Это вы себе придумали. У вас есть задетая эго, задетая гордыня, у вас есть задетые амбиции, задетая самолюбие. Я вам могу больше сказать. Многие люди скажут, мне больно, потому что у меня умер родственник. Звучит, конечно, трагично. И смерть родственника это определенная потеря. И человек осознанный испытывает чувство потери близкого человека. человека. Но душевное страдание не связано с потерей человека. Оно связано с интерпретацией лишения. Я лишилась человека, который меня развлекал, который меня поддерживал, которому я привыкла, который меня всячески удовлетворял, и я испытываю большое чувство страха или обиды на то, что меня больше никто развлекать не будет. Мне непривычно без этого человека. Я не умею без этого человека. Я не хочу без этого человека. Верно. Мне некомфортно без этого человека. Я не умею без этого человека. Это никакого отношения к боли не имеет. Это имеет отношение к сущности человека. А сущность человека очень примитивна. И я вам об этом много расскажу. И вы испытываете больше действительно вот Алексей говорит выход из зоны привычности. никакого никакой боли нету кроме того, что от вас любимого отняли привычное. Ничего кроме лишения привычного комфорта вы не испытываете. Поэтому надо научиться смотреть правде в глаза и перестать называть себя какими-то высокодуховными, переживающими какие-то непонятные терзания и боль, душевную боль. Это ваши чувства, которые основываются на алчности, эгоизме, на всевозможных привязанностях, желании попаразитировать, на ваших амбициях, эго, гордыне. И я вам об этом на шестнадцатом сезоне много буду рассказывать. И вы увидите себя. Окей? Обе. Идем с вами дальше. Поэтому я бы хотел, чтобы вы поняли, чтобы избавиться от, или, давайте так, выйти из тревожного состояния, выход там же, где и вход. Вот как вы ввели себя в эту мастурбацию чувств по отношению к вашему миру, так вам из него и выходить. И я постараюсь вам показать эту дорогу. Но если вы будете думать, что невроз это какая-то болезнь вегетативной системы, это болезнь сосудов и сердца, это еще что-то, вы пойдете не туда. Это первое. Второе. Давайте про психологию и про психотерапию. Хотите правду. Хотите правду. Вот ролик будет завтра, но вы можете быть первыми, кто это узнает, если вам очень хочется. Правда заключается в том, что никакая психология не является научно обоснованной и доказанной. Спасибо, я понял, я уже начал. Никакая психологическая школа не является академической. Академической является психиатрия, академической является физиология, анатомия, но никак не психология, потому что психология это такое слово собирательное, где огромное количество гипотез, огромное количество всяких школ, всяких расстановок и всяких образных историй и рисунков, блядь, и так далее. Более-менее под науку подходит клиническая психология, потому что там хотя бы есть научные тестирования, которые более-менее иногда валидны, и то далеко не все. В большинстве случаев 10% всех этих вещей являются очень субъективными, потому что сегодня вы в одном настроении отвечаете на тесты, я могу любой тест показать как угодно, я могу написать тест Китела как шизофреник, я могу написать как абсолютно здоровый, а могу написать как невротик, а могу написать как депрессивно больной, понимаете? Поэтому это очень важно понимать, что это все очень субъективно, поэтому психология это не наука, психология это в принципе вода водой, и ориентироваться на психологию в области терапии неврозов нельзя, психиатрия это наука которая исследована доказанная и опробированная фармакотерапия это академично потому что есть исследование под названием было-стало но что такое психотерапия есть только одна терапия которая научная и которая академичная психология это философия манцой совершенно верно это просто некая философия послушайте не сбивайте меня есть только один момент который действительно академичный и это академичность называется физиология высшей нервной деятельности и это поведенческая школа поясню фобия невротическая возьмем кардиофобию никакая психологическая школа никакая философия не вылечит кардиофобию ровно как и аэрофобию ровно как и другие любые фобии почему потому что фобия есть рефлекс если только мы не берем инстинктивные фобии например инстинкт самосохранения например кардиофобия мало кто знает но кардиофобия не лечится роликами в ютюбе кардиофобия лечится нагрузкой сердца то есть когда кардиофоб начинает нагружать свое сердце физически он начинает рвать рефлексы головного мозга потому что рефлекс фобический выглядел как стимул реакция подкрепления стимул небольшое напряжение сердца реакция страх подкрепление избегания нагрузки когда кардиофоб начинает вести нагрузку на сердце его мозг начинает впадать в парадоксальный ступор под названием он делает то против чего работал рефлекс и системная нагрузка сердца через 21 или 34 повторения рушит рефлекс стимула и человек теряет этот фобический рефлекс то же самое касается прочих фобий тут не нужно ни когнитивной философии ни транзактной философии ни гипнотической какой-то истории не нужно ничего не нужно ничего кроме одной физиологической истины это поведение которое рушит грамотно выученные рефлексы избегания все поэтому давайте запомним что научно фундаментально это рефлексы головного мозга это поведение поняли поведением человек заходит в агорофобию поведением человек выходит из агорофобии поведением человек заходит в паническую атаку поведением человек выходит из панической атаки поняли все это поведением человек заходит в ОКР, и поведением человек выходит из ОКР. Поведение нормативное, поведение ненормативное. Все управляется поведением и рефлексами. Теперь, что касается когнитивно-поведенческой психотерапии. Давайте скажу еще одну историю. Изначально не было такого метода когнитивно-поведенческой психотерапии. Была бихвиарийская школа, это Павлов, Сеченов, Сеченов физиолог, Скинер, Павлов, но Сеченов это возьмем туда, Вольпа, Мэри Джонс, там и соплеменники. И была некая философия стоицизма. Это Эпиктет, Марк Аврелий, старая философия, одна из философских школ о том, что наш нет ситуации, которая нас тревожит, есть наше отношение к ситуации. И стоицизм рассматривал критическое отношение к событию. Это есть философская школа. Наукой всегда была физиология высшей нервной деятельности. Павлова. За что он получил Нобелевскую премию? Это доказано с мышами, с Киннером, это доказано с Павловым, с собаками и так далее. Это изучено с Сеченовым. И сегодня это изучено огромным количеством изучений головного мозга. Но никак не философия. Так вот, в какой-то момент физиологи поняли, что только одно поведение для современного человека суховато. И они поняли, что... А когнитивная школа философии поняла, что им не хватает поведения. Потому что если вы сидите жопой на диване и говорите, было бы неплохо, если бы обо мне думали хорошо, но я прекрасно понимаю, что если я ошибусь, ничего страшного не будет. Но без поведения, без работы с рефлексами, этого тоже недостаточно. И они в какой-то момент объединились. Поэтому на сегодняшний день объединение стоицизма и физиологии академической, высшей нервной деятельности является наиболее научной и наиболее важной. Это первое. Но хотите еще одну правду? Более сложную. Знаете такого тренера, как Тони Робинс? Знаете, почему люди ходят в церковь или в мечеть? Почему люди ходят к гадалкам? Почему такое большое количество психотерапевтических школ? Я скажу вам правду. И как она есть? Как вы к ней отнесетесь, то ж не важно. Смысл один пишем. Смысл любой психологической, философской интервенции привести человека к физиологической школе рефлексов. Вы можете делать что угодно. Брызгать святой водой, закапывать курицу в лесу, открывать чакры, верить в святые воды, рисовать животных, прощать мать, отца. Вы можете делать все, что вашей душе угодно. Как говорится, каждый дрочит, как он хочет. Единственная задача всей вот этой вот базовой вещи, ненаучной абсолютно, привести человека к новой форме поведения. Запомнили? То есть Энтони, например, когда раскачивает многотысячный стадион вот этими ушлёпскими криками, давайте все вместе, блядь, возьмёмся за руки, почему многим помогает, и он много лет считается очень успешным человеком. Я объясню, в чём прикол. Прикол в том, что авторитет Тони непоколебим. Прикол в том, что то, что он говорит, очень простые, банальные вещи, но все его тексты созданы таким образом, чтобы ты пошёл и сделал по-новому. Когда перед тобой рассыпают специальные угли, и ты по ним идёшь, ты начинаешь набираться той мотивации, такого эмоционального градуса, что ты просто начинаешь в жизни вести себя по-новому. Ты начинаешь преодолевать старые рефлексы, старые привычки, старые формы. Там, где ты говорил «нет», ты начинаешь говорить «да». Там, где ты всё время говорил «да», ты начинаешь говорить «нет». Ты начинаешь вести себя в новой парадигме поведения. Потому что только новая парадигма поведения приводит тебя к новым результатам. И люди достигают прорывов. Помните эту фразу «хочешь совершить прорыв». Вот этот прорыв в личной жизни, в профессиональной жизни связан исключительно с новой формой поведения. Религия – это та же самая история. Это определённая философия, которая, по идее, многим помогает вести себя определённым образом. Но я сейчас на первом занятии не буду про религию, потому что это вообще для многих очень болезненная тема. И я, наверное, сейчас не готов это обсуждать. Потом об этом поговорим, может быть, посмотрим. Потому что это очень такая сложная тема для многих. Для меня она смешная, а для многих очень тяжёлая. И об этом сейчас не будем. Отсюда пишем правила. Пишем. Не важно, какая философия и во что я верю. В кого я верю. В Тони Робинса, в Иисуса. Я не знаю, там, в священный Грааль. В священную, там, я не знаю, энергию Вселенной. Верьте, блядь, во что хотите. В меня вы верите. Ещё в кого-то. Главное, чтобы вы начали вести себя по-другому. Понимаете? Главное – это вести себя по-другому. Вот на что построены все психологические тренинги. Конструктивные или не очень, неважно. Любые книжки, которые вы читаете якобы по психологии, это ни хера не научно. Это просто попытка, чтобы вы начали вести себя по-другому. Все поняли? То есть, вся вот эта психологическая пиздобратья, миллиардная индустрия – это история к тому, как бы смазка под науку. А наука называется физиология головного мозга и поведение. То есть, вся вот эта литература, вся эта философия, все эти побрякушки, все эти ритуальчики, все эти какие-то странные разговоры – по идее, это смазка под новое поведение, которое действительно и является наукой. И вот здесь возникает два лагеря психологов, так называемых, которые понимают, о чем я говорю. И они, конечно, занимаются очковтирательством, но это очковтирательство хотя бы приводит людей к новому поведению, по типу меня. Да? Оно хотя бы приводит людей к новому поведению, и люди утрачивают старые неэффективные паттерны поведения, и приобретают новые эффективные паттерны поведения. А есть психологи, которые думают, что от того, что они разговаривают с человеком, они занимаются терапией. И вот это, конечно, большая беда, потому что разговоры на кухне или в кабинете, год разговоров, два года разговоров, кому-то иногда приходит в голову что-то поменять в своей жизни, а кто-то просто ходит поговорить. Поэтому тут моим коллегам надо быть честным. Либо мы занимаемся просто тем, что мы просто разговариваем. И, кстати говоря, есть такой запрос клиентский. Просто хочется высказаться. Знаете такой запрос? Я вот знаю такой запрос у моих коллег. У меня, слава планете, таких людей нету, которые ходят высказаться, блядь. Есть люди, которые за пять тысяч хотят просто высказаться. Можете представить? В Америке, кстати, много таких людей. Человек просто сидит и высказывается, потому что друзей мало, потому что мало кому можно доверить. А тут незнакомый человек хочет высказаться. Окей. Но если мы говорим про психотерапию вне психиатрического, фармакологического подхода, самая научная – это история про поведение. Все это поняли. Поэтому пишем. Задача 16 сезона – научиться осознавать свои чувства по отношению к прошлому, по отношению к будущему, по отношению к настоящему. Второе. Научиться выбирать длительность, подтяжести и сроку своих чувств. научиться управлять своим поведением и отдавать себе полностью отчет в том, что вы являетесь хозяином своего настроения. Пишем первое домашнее задание, которое вы должны выполнять вторник, среда, четверг до 20.00. Двоеточие. Перед тем, как я озвучу первое домашнее задание, слушайте меня внимательно. Ваше изменение – это объем вашей личной практики между занятиями. Еще раз. Мои изменения – это объем моей самостоятельной практики между занятиями с Алексеем. Не количество занятий с Алексеем, а мой объем самостоятельной работы между занятиями с Алексеем. Плюсик, кто это понял? Не количество занятий со мной, а мой объем работы между занятиями. Поэтому пишем первое домашнее задание. Попытаться, понаблюдать и позаписывать, какие чувства у вас возникают после каких событий или воспоминаний. Например, посмотрите, какие воспоминания вызывают у вас какие чувства. Больше всего. Посмотрите, какие мысли о будущем вызывают у вас какие чувства. И посмотрите, какие чувства вы испытываете в реальном времени. Например, за рулем. Например, когда вы куда-то спешите. Например, когда вы с кем-то говорите. Когда вас с кем-то знакомят. Просто начните приучать себя разговаривать с самим собой. Вы не поверите, но для многих это бывает тяжело. Что я сейчас чувствую, вспоминая об этом? Что я сейчас чувствую, думая об этом? Что я сейчас чувствую, когда он так говорит? Что я сейчас чувствую, когда я опаздываю? Что я сейчас чувствую, когда он смотрит на меня? Что я сейчас чувствую, когда мне нужно позвонить этому человеку? Что я сейчас чувствую, когда я это читаю? Вы должны задаваться собственным вопросом. Что я чувствую? Я чувствую обиду. Я чувствую гнев. Я чувствую ревность. Я чувствую вину или стыд. Вы должны научиться осознавать эти чувства. Попробуйте. Второе домашнее задание. Очень важный момент. Пишем. Невозможно научиться управлять своими чувствами и эмоциями, если вы не знаете, как выглядит точка ноль. Что это такое? В принципе, ваши чувства и ваши эмоции можно разделить на условную шкалу. Ноль, минус десять, плюс десять. Наше состояние постоянно находится в динамике. У нас оно то негативное, то повышенное, веселое. И мы все время как бы пляшем. Я хочу, чтобы вы научились отдавать себе отчет в том, что вы находитесь в состоянии более-менее нуля. Примерно минус один, плюс один. Вот сейчас, когда вы меня слушаете, вы, скорее всего, в точке ноль. Кто сейчас доволен занятием, у него может быть плюс два и плюс три. Может быть, есть какие-то люди, которые пиздец как довольны, и у них там плюс пять. Но в целом понаблюдайте за собой, как ваш организм ощущает себя, когда вам не грустно и не весело. Это некая условная середина. Поняли? Всем понятно? То есть вам не плохо и не очень весело. Вам нормально. Вам нормально. Поняли? И попробуйте запомнить это состояние. Что вам нормально, когда мне нормально, мое дыхание такое-то. Когда мне нормально, моя мимика такая-то. Когда мне нормально, я разговариваю с таким-то тембром. Мне нормально. Для чего очень важно отследить вот эти нормальные вещи? Потому что, когда мы будем управлять своими эмоциями и своими чувствами, мы должны будем очень четко понимать, куда мы хотим себя привести. Поняли? То есть, если вы хотите научиться управлять собой, вы должны находиться в неком нормальном состоянии. Поняли? Но это нормальное состояние вы должны почувствовать. И тогда вы сможете понимать, к чему вы хотя бы приходите. Поэтому самое первое, самое такое элементарное, дальше будет поинтересней. Это просто почувствовать разные чувства в разных ситуациях и попытаться посмотреть, как выглядит некое нормальное состояние. Все это поняли? Супер! Наше первое вступительное занятие подходит к концу. Я надеюсь, что я сегодня смог донести до вас вот то, что мы будем делать, что это не курс про сосуды. Я вам больше могу сказать, мы даже когнитивно-поведенческой терапией не будем заниматься в формате СМР. Потому что нет ничего примитивней, как попытаться вас задрочить концепции должествования, оценочное осуждение, катастрофизация, перфекционизм, чтение мыслей и заставить вас просто видеть свои убеждения. Мы будем это делать частично, но поверьте, поиск убеждений с точки зрения когнитивной терапии – это лишь малая часть, потому что большая часть – это формирование осознанного выбора и управления своими чувствами. И последняя тема. Что такое цинизм? Как вам кажется? И каким образом цинизм связан с терапией неврозов? Пожалуйста, не разбегаемся. Цинизм – это отрицание чувств. Да вы что, серьезно? Что такое цинизм? Я не знаю, с чего мы скачем. Мне кажется, я просто рассказываю сегодня на первом занятии, чем мы будем заниматься. Самосохранение, любить себя, крайний рационализм. Давайте я вам зачитаю сначала определение википедии, а потом мы с вами немножко это обсудим, и вы поймете, как это связано с терапией неврозов. Давайте пишем или запоминаем. Цинизм – это откровенное, вызывающее пренебрежительное и презрительное отношение к нормам общественной морали, культурным ценностям и представлениям о благопристойности, и отрицательное нигилистическое отношение к общепринятым нормам нравственности, к официальным догмам господствующей идеологии. Поведение, выражающее осознанное и демонстративное игнорирование определенных моральных навязанных ценностей. Как это имеет отношение к невротическим расстройствам? Давайте меня послушаем. Поскольку невротические расстройства свойственны только людям с особыми чувствами, то формирование критического мышления, а это и есть цинизм, для них является фундаментальным важным моментом. Как бы странно это ни звучало. Критическое мышление – это более научное и более современное название формы цинизма. Потому что критическое мышление – это подвергание сомнению. Ни один циник или человек с критическим мышлением не смог бы заболеть ОКР. Ни один человек с критическим мышлением не смог бы заболеть паническими атаками. Ни один человек с критическим умом не смог бы заболеть истерией и неврастенией. Потому что все эти неврозы – это последствия патологически длинных и ярких чувств. Цинизм или критическое мышление – это способность критично воспринимать информацию, даже собственные гипотезы и домыслы. Поэтому мы с вами будем учиться воспринимать собственные гипотезы людей и обстоятельства более трезво. Если хотите, мое определение цинизма или критического ума – это взгляд на мир без розовых очков. Это трезвое восприятие, Александр, совершенно с вами согласен, это трезвое восприятие реальности. Если у кого-то есть иллюзии, а мы об этом будем говорить, об ожиданиях от людей, вы рискуете заболеть невротическим состоянием. Причем здесь Остап Бендер. Если человек начнет воспринимать эту планету и мир таким, какой он есть, то там нету места невротическим расстройствам. Понимаете? Я хочу, чтобы вы это поняли. Невротические расстройства есть только в вашем собственном мире под названием «Ваши какие-то ожидания». Но если вы знакомитесь с мужчиной или женщиной, и у вас есть какие-то ожидания о том, как вам сделать предложение, когда вы выйдете замуж, как вам сделать предложение, и когда он вас кончит, и какие у вас будут дети, а потом по факту он говорит «Я вообще не собираюсь, и вы заболеваете депрессией, у меня к вам большие вопросы». Если бы вы были более критичны, если бы ваш критичный ум был бы развит, то когда вы бы познакомились с парнем, вы бы сказали, что у меня нет достаточно данных, чтобы делать какие-то далеко идущие выводы. У меня нету достаточно информации и фактов, чтобы слагать какое-то впечатление об этом человеке. А даже если мы с ним знакомы год, то этот человек может завтра поменяться, и я отдаю себе в этом отчет. И вот эта циничность-критическое мышление уберегло бы вас от депрессии и моральных срывов. Но поскольку у вас критического ума нету, а есть только какие-то розовые пони про людей, розовые пони про мужчин, розовые пони про ожидания, от этого вы и болеете. Поэтому, как бы это сейчас не прозвучало неоднозначно, но здоровый цинизм или критическое мышление фундаментально важно для того, чтобы вы научились выживать вне невротических расстройств. Потому что невротические расстройства – это эмоциональная и чувствительная история. Если вы хотите не болеть неврозами, если вы хотите выжить в этом мире, который кишит представителями хомо, которые с радостью вас загасят, отнимут у вас мужика, убьют, растопчут, обесценят, бросят, используют, если вы хотите научиться морально в этом выживать и даже кого-то обогнать, и свое потомство, и свою семью защитить, вам придется понимать, с кем вы имеете дело. А дело вы имеете с людьми. И все эти ваши розовые пони и розовые очки и переживания останутся только с вами. И вы за это будете расплачиваться неврозами, депрессиями и удивляться, почему вам не принесли платочек. Поэтому добро пожаловать в школу эмоционального интеллекта. Я считаю, что даже если вы будете хотя бы это понимать, вы уже будете предупреждены. Понимаете? Это жестко, но только для тех, кто живет на розовых очках. Снимать очки и смотреть на правду этого мира для многих звучит немножечко больно. Но поверьте, лучше вам будет больно здесь, но потом вам не будет больно в жизни, чем наоборот. Лучше вы разочаруетесь здесь, лучше вы будете готовы здесь, лучше вы будете ожидать здесь и проживете какие-то негативные чувства со мной, я за это деньги получаю, нежели вы будете болеть и иметь негативные чувства потом, когда вас бросят, когда кто-то умрет, когда вас кинут, предадут и обманут лучшие друзья. Лучше вы здесь это проживете. И когда случится с вами в жизни такая история, вы будете готовы. Добро пожаловать в школу эмоционального интеллекта. Я жду вас в четверг на втором занятии. Будьте готовы. Напоминаю. Первое простое упражнение, связанное с тем, что вы обращаетесь внутрь, не в вегетатику, а в ваши чувства. Ищите обиду, ищите ревность, ищите страх и ищите зависть. Увидимся в четверг. Ваш Алексей Красиков и школа эмоционального интеллекта. Спасибо, что выбрали 16 сезон. Кто хочет на 17, он будет в декабре. До встречи. Благодарю. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok